Филарета уже не воспринимают всерьез глава Православной Церкви Украины, заявила о юридической ликвидации УБЦКП. 14 декабря 2019 года, 21.59. Наталья Сергеевская, Полина Политаева. Глава неканонической Православной Церкви Украины митрополит Епифания объявил, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь юридически прекратили свое существование. Об этом он сообщил в ходе так называемого Архиарейского Собора. В документе, принятом по итогам этой встречи, также содержится призыв к главе УБЦКП Филарету примириться и прекратить самоизоляцию. Ранее Филарет неоднократно отмечал, что его организация не ликвидирована, хотя она вошла в ПЦУ в момент образования Единой Церкви. Эксперты считают, что раскол внутри неканонической ПЦУ будет лишь углубляться. Глава неканонической Православной Церкви Украины Епифаний, Думенко, на заседании так называемого Архиарейского Собора сообщил, что Киевский Патриархат и Украинская Автокефальная Православная Церковь юридически прекратили свое существование. Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель ПЦУ и в страте Зори. Кроме того, в документе, опубликованном после завершения Собора ПЦУ, содержится постановление, касающееся главы ликвидированной ЮПЦКП Филарета. Его призывают к примирению и прекращению самоизоляции, а также ему гарантируют положение почетного патриарха и обеспечение его жизни и деятельности. Напомним, о ликвидации ЮПЦКП еще в июле 2019 года сообщило Министерство культуры Украины, отметив, что указанная церковь была ликвидирована путем присоединения к Киевской Метрополии Православной Церкви Украины. Решение о ликвидации 27 июля принял Священный Синод ПЦУ. Также по теме дробления, ссоры и делегитимация, чем может обернуться конфликт среди украинских раскольников лидер Раскольнической Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет, Денисенко, провел собор, на котором заявил о. Также Синод решил создать в составе неканонической церковной структуры организацию в форме миссии, которую должен возглавить глава Раскольнической УПЦКП Филарет после ликвидации его церковной структуры. Между тем сам Филарет неоднократно заявлял, что УПЦКП продолжает существовать, хотя изначально он дал согласие на создание ПЦУ путем слияния возглавляемой им религиозной организацией с Украинской Автокефальной Православной Церковью. Патриарх даже обвинил Синод ПЦУ в провоцировании религиозного конфликта на Украине. Эксперты не раз указывали, что Филарет, очевидно, рассчитывал если не встать во главе новой единой церкви, то хотя бы играть существенную роль в управлении этой структурой. Когда же он не смог этого добиться, то заявил, что УПЦКП не была ликвидирована, и попытался восстановить утраченные позиции. По мнению профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислава Петрушка, Филарет до сих пор не может смириться с мыслью, что он потерял свое влияние. После того, как Синод ПЦ принял решение оформить почетную отставку Филарета, выделив ему резиденцию и некую структуру, названную миссией, Филарет этого не принял и заявил, что и дальше будет бороться за сохранение своего киевского патриархата. Очевидно, что Филарета уже всерьез не воспринимают и те, кого он выкормил и воспитал, в том числе и сам Думенко, все теперь прекрасно понимают, что человек стал для них обузой. По мнению эксперта, Филарет еще какое-то время будет пытаться что-то доказывать через суды и СМИ, но ему это вряд ли удастся. Напомним, так называемая Православная Церковь Украины возникла после слияния двух раскольнических структур – Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Создание ПЦУ активно поддерживал экс-президент страны Петр Порошенко, выступая за появление на Украине новой поместной церкви, которая бы не имела отношения к Русской Православной Церкви. При этом Каноническая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата отказалась участвовать в Объединительном Соборе. Также по теме Признаки развала Почему украинский раскольник Филарет не признает упразднение своей церкви? Глава раскольнической Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета проверк заявление о ликвидации этой организации. 15 декабря 2018 года Собор принял решение о создании так называемой Православной Церкви Украины, после чего Филарета объявили почетным патриархом, а главой ПЦУ стал бывший епископ Упцкапе Епифаний, Думенко, который получил титул митрополита Киевского и вся Украина. При этом новую структуру не признало большинство поместных церквей. Помимо Константинопольского Патриархата, который принял решение предоставить автокефалию ПЦУ, общение с ней установили Лешиладская и Александрийская Церкви. После решения о ликвидации Упц Филарет провел поместный собор, где заявил об отмене роспуска Упц и о выходе этой организации из ПЦУ. Там же он заявил, что там особо автокефалии, которую Епифанию вручил Константинопольский Патриарх в Арфоломии 6 января 2019 года, не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит ЦУ в зависимость от Константинопольского Патриархата. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Протеарей Николай Балашов в беседе С.А.Т. заявил, что за последнее время ситуация только усугубилась. Раскол всегда порождает новый раскол. Вот и детище так называемого Патриарха Филарета, отлученного от церкви Михаила Антоновича Денисенко, вместо воссоединения претерпевает новое разделение, заявил он. Эксперт добавил, что Филарет станет до последнего бороться за сохранение структуры, которую он возглавляет. Не могу назвать церковью объединение раскольников, которое возглавляет Сергей Думенко, именующий себя митрополитом Епифанием. Думаю, что в этом наискоросшитом объединении будут и дальше возникать и нарастать внутренние противоречия. Такова обычная логика раскола, резюмировал Балашов.